так здравствуйте друзья очередной фильм почему я выбрал именно эту тему берегите дерева или смерть от невежества читать сейчас многие отвыкли вот лежит эта статья у меня на сайте может быть год-два чек и прочтут она в странах вакханалия творится в садах поэтому решил перевести это как как бы фильм вот сделал максимально больше максимально размер шрифта и добавим еще голосовую информацию и посмотрит это немного несколько сотен человек но одно утешение что мы спасем несколько сотен а может быть несколько тысяч деревьев благодаря этому фильму ну поехали друзья я буду просто читать и где-то еще составлять свои реплики свою же статью друзья вы не же прочтете а главное увидите что является в кавычках нормой в ваших садах и что самое страшное навязано учителями садистами не путать с садоводами увы изверги торжествуют если я вижу эту казнь деревьев в десяти девяти из десяти дачных садов бывшим лучшим садов ареале северной россии город сеногорск то догадайтесь а лучше посмотрите что творится в ваших дачных спасибо чтобы быть объективным я не выбирал наиболее страшное фото а перенес сюда фотогалерею ужаса десяток подряд их у меня сотни примечания начало прозрения следуя учебе в качестве семинариста это мои семинары не духовная мой ученик с уже открытыми глазами увидел тот же ужас ботаническом саду южного города у остепененных ученых страшная трагедия разыгрывается при работе с дикоросами на городских улицах всех российских городов и уничтожает их не хулиганы а в кавычках специалисты жеков и прочих контор даже не догадываясь об этом а в опеющих случаях я рассказал видеоролики под названием руки прочь от деревьев фотографии изувеченного парка приморья на сайте бродского а вот так выглядела галерея самых надежных в мире оккультуренных сибирок украшавших мой город посмотрите на эту красоту да изувечены и умирает все сотни тысячи по всему городу как-то так сложилось что случись ампутация у ответственного за озеленение города человека это белые простыни острейший продезинфицированный инструмент анестезия забота вот только несмотря на все эти прекрасные условия он не дал бы отрезать себе здоровые и нужные руки или пальцы как бы его не убеждали что их сильно много и защита животных хода бизнес существует и даже закон а вот помряли в растении водстве вся специфика науки в кавычках ландшафтный дизайн выглядит в натуре вот так будни жека на тебе вася в наказание за то что пришел с похмелья пилу и вперед отрезай по всему городу где увидится деревья все подряд нижний скелет на ветке чтобы получилось красиво и без краски или с одного авара что его дикоросу сделается тратится на него еще чего и вася пошел убивать живые деревья фото 2 вот так вот это здесь же где этот фотографии ранее делались я уж не могу вот и что обидно и сейчас после этого изуверства ни один человек городе видя это не видит вот не видят и все а деревья самые выносливые в мире из плодовых это сибирь кстати ой а дича в шаранецке полусибирь и полуродецке а деревья самые выносливые в мире из плодовых умирают и так и должно быть увы не видят тысячи тех же сайногорцев а по стране миллионных горожан трагедию и посредстве своей деятельности по уничтожению что удивительно собственных садов собственными руками вот убит вроде бы пустяковой раной моим соседом самый выносливый абрикос в мире манджурский фото 3 мой страшный вывод в россии нет долговечивших садов и парков из-за изуверской практики обрезок при формировании искусственных крон деревьев истоки трагедии в тупой равнодушной и губительнейшей технологии так называемых обрезок на кольцо меня не слышат одного поле воина и я вновь и вновь повторяю садоводство шло с юга его апологеты перенесли южные агроприемы в вечер деле без всякой меры и постепенно и незаметно для самых себя и простых садоводов убивая все подряд на корню самое удивительное что за эти 200 лет печатного дела уча убивать теперь уже северян а это почти вся россия авторы так и не связали болезни смерти со страшными ранами валя все на мороз скажите мне на кой черт с огромными тиражами в советское время печатали целые книги английских и других авторов из стран где играет зимой футбол на зеленых газонах с целыми галереями рисунков как и скромно сделать шар веретено чашу змейку пальмету ведь уже за год красивая форма исчезает и снова сотни ран и это не дикоросы а яблони и другие плодовые а какой страшный вред нанесла пропаганда тагородских лодочек это когда все дерево на боку и каждый год надо резать вертикальные ветки и где они и почему нет ни одного отзвука от академической науки с требованием установить изуверство до сих пор вся периодическая литература книги набиты агроприемами правильного уничтожения деревьев правильного оппоненты разные вот один показывает мне как у них астрахань легко и быстро заживают раны в виде кольца другой автор газетной статьи утверждает что если отрезать ветку не под лицо а чуть-чуть оставить выступ все зарастет вот я в ответ ему на 90 процентов территории россии такая рана не зарастет никогда раньше умирают и эта рана не зажила я такие после смерти деревьев работы с садовым патологоанатом их много распилил поперек ран и вот они распахнутые ворота для мороза инфекции вот малюхонькая с виду рана начала конца и обычная рана вот это вот смотрите этого никто не замечает а вот это вот мой любимый снимок это гриб это слева это пень видите это было обрезано когда было обрезано вот сюда защита исчезла и сюда если плохо видно мою этот самый стрелочку сюда попадал попал мороз мороз умертвил ткани и сюда и ткани начал жрать гриб то что снаружи это верхняя тело верхняя часть это как как сказать крона назовем а сам гриб назовем корнями находится внутри вот насколько дури когда берут все это срубает защищает думаю что спасает дерево дурит за дурью вот пойдем дальше но я хотел сказать одно никогда не боритесь грибами грибы едят мертвичину они делают за нас работу которую мы не сделали наша работа была не трогать дерево и сотню так и продолжаю и сотню других фото и везде грибы которые тоже никто в упор не видит здесь проще это ветка просто отвалилась я показал а большинстве случаев мы сами калечим а гриб не виноват вот жрет мертвичину а вот еще а вот еще таких ран как на них множество и без нас невежественных людей и они режут глаза видите люди мы деревья и так страдаем от естественных катаклизмов наносящих нам рано а вот а люди нас за что убиваете апологенцы обрезок отвечают держитесь за столь и друзья те кто еще не с изувеченными мозгами вы деревья за миллиард лет так и не поняли что неправильно растете неправильно и мы вас спасаем бог надо добавить бог не прав мы вас спасаем от лишних веток которые просто не нужны и даже вредны ой сколько нашли вредных веток ох вам бы изуверы по аналогии побить все окна снять с петель двери дома отключить теплосложение чтобы вы взвыли а если замерзающему сойдет еще и лишние пальцы конечности отрезать сами напрасились господа научив всю страну убивать и живите теперь сознанием что за вашими плечами не процветание с одного смерти по первости садисты в эпидемическом задоре еще пытались оспорить то что вы видите читаете не сметь кричали мне в телефонную трубку трогать великие имена вот это при том что именно не называл обрезка на кольцо ими освещена но это фанатике без мозгов а более уравновешенные показывали такие симки как фото номер 9 видите мол на ваших же фото зарастает вовсю потому что правильно отрезаны не вижу и никогда не зарастет и открытие для вас миллионы из увечья по вашим советам косточка кувидов абрикосы вишни сливопельские они даже не пытаются зарастить раны просто умирают в суровой стране почему потому что это не их родина не иммигранты они мне ничего страшного они мне ничего страшного дерево спит себе зимой с открытыми ранами имеет температуру окружающего морозного воздуха я умеряем дерево зимой не спит а борется теряет тепло и влагу и умирает через ваши раны даже такая малюсенькая в разрезе хорошо видно зажившая рана источник инфекции фото вы видели выше но сидят себе учителя в уютных кабинетах и понятия не имеют как это их учебы в кавычках правильные обрезки муках на морозе умирают миллионами деревья и не имеют понятия что к примеру за последние годы разыгралась величайшая трагедия в центре сибири заболевая бактериальным раком именно изувеченные садоводами деревья гибнут сотнями тысяч буквально за месяц и не за десятки лет как было раньше черный рак вот а бактериальный рак за месяц и уже большая часть погибла страшная трагедия которая так и не расследована вот вот это очень характерный снимок да это я не отрезал это от это сама отломилась ветка вы посмотрите последствия какие вот видите выше вопиет только никому не надо их дал бы мне бог власть хоть на один день собрал бы я их всех привез сибирский с почти любой дачный сад например ко всем моим соседям которые все изувечили погубили сады приговаривая ты был константинович ничего не понимаешь обрезки а вы читали а потом и задал им главный вопрос и биг смещения фраз а за каким хреном мало ли бед у деревьев так вы еще научили миллионы датчиков и пилами секаторами делать то есть такие же раны как от обломов к этим деревьям еще раз естественная рана искусственная рана этим деревьям у соседа я водил как учебным пособием со согласия десятки учеников так как некоторые ссылаются другую часть авторов проповедую что же обрезку но заподлицо вот видели цитировала автором он творит лучше так как раз нет вне таки дупла не будет правильно не будет пока дерево тоже мертво не пережила зиму это называется это 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 хрен редьки не сласе как ты ты не старайся два классика в одного так а в другого так хрен редьки не сласе с какого буду на сейчас лоточек сделаю ладно с какого буду на вам специалистам привиделись лишние ветки кавычка когда до вас дойдет что нерушимая крона это закон природы и долгая жизнь это распределение дождевых потоков по принципу с листа на лист и чем ниже тем дальше от штампа он штамп должен быть сухим всегда на периферию кончиком всасывающих корней что каждый лист это солнечная батарея а вы половину их костер еще утверждайте что урожая многократно вырастут страшную ошибку делают деревья умирая до ошибку для как бы кавычках ошибку провоцируя умирая давая обильного рожая и не для вас садистов а чтобы продлить рот побольше себя а вы это приняли за успех и зверской практике а причины гибели на следующий год найдете другие морозы 20 градусов надевать и да а масштабы вес все растут мало нам 200 лет учебы печатных сми так теперь многочисленных роликах с миллионами просмотров вы устраиваете медленные показательные и мучительные казни живых деревьев повторяю многочисленных роликов с миллионами просмотрами вы устраиваете медленные показательные и мучительные казни деревьев последовательно отрезая нижние скелетные ветки другие лишние ветки ветки волчки ветки растущие вниз и ветки растущие внутрь еще нужно отрезать ветки для осветление, с последствиями которого тупое дерево успешно борется, затягивая просветы, при этом болея, потеряв здоровье и полжизни или всю короткую жизнь. Увечья дерево, уничтожая его важнейшие невосполнимые части, устраивайте показательную резню, медленную кассу на видео и скорее в интернет. Не от дьявола, не вы, ребята. Вы знаете, что сейчас еще страшнее стало? Так как сама агротехника обрезки вот этой вот подлой, она настолько проста, что сейчас ринулись, чтобы зарабатывать лайки и просмотры еще сотни, 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 а может быть уже тысячи новичков, которые ничего не знают. Ничего, просто передирают друг у друга вот эту все подлую вещь. Их стало так много. Весной пора резать, летом надо резать, осенью осень же пришла, надо резать. И главное слово правильно, вот это меня самого казнит, это слово. Не просто, а правильно обрезать. У некоторых просмотры по миллиону, по полтора, ведь это же вся страна смотрит и верит, верит. Вот. Верит. Первая реакция на мою первую публикацию на эту тему была 11 лет назад. Ну, добавьте еще, что статья не совсем свежая. Наверное, это было 20-25 лет назад. С тех пор и до сих пор ничего не изменилось. Нет. Изменилось. Да, изменилось. Стало еще хуже. Берюсь, как рыба об лед. Бесполезно. Только заработал славу, хулить или науке. А какая-то к черту наука. Обращение к любящим природу. Друзья, надо остановить макханалию насилия над деревьями. Не поленитесь, как эстафету, переслать эту статью друзьями, товарищам. Помогите нам. Вот мои данные. И так. И все, статья закончилась. Получилось коротко. Меня все за многословия ругают. Бывает, то же самое рассказываю по 3-4 часа. А здесь сказал то, что сказал. А вообще фотографии у меня про уничтожение тысячи. А у меня еще есть целых 10 минут. Они найти ли мне быстро мой архив, в котором у меня цены. обрезка, обрезка, обрезка. Ну-ка, сейчас быстро. 10 минут – это очень много. Это ценное время. Так. Об. О. Где бы хобы. По старость лет начал забывать. Так, 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 так. Вот это да. Вроде бы ее не спохмели. Дарам, 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 дарам. Никогда не думал, что на этом споткнусь. Что вдруг я забыл, где буквы Б. Вот они все перед глазами. А вот Б нету. А, вот она сам уголочку. А вот она обрезка. Фото обрезки. Вот. И сейчас вы увидите страшную картину. Вот. Но для этого надо листать, листать. И вообще надо еще не раз обращаться к этой теме. Ну, давайте вот этот кусочек. Вот. И так я ходил по соседям. Вот. Сейчас я, кстати, не буду это. Это уже будет агротехника обрезки. Где-то еще будет у нас. Просто я ходил по соседям. Нет. Надо немножко комментировать. Посмотрите. Вот не было бы этой страшной раны. Если бы он выше, вот это бы не отрезал. Не было бы. Вот эту связь, видите. Я, кстати, не готовил это. Я просто смотрю все подряд. Вот. Посмотрите. Есть связь, да? Ну, вот на черту. Вот не отрежь эту ветку. Не отрежь. И вот это не было вот этого. Вот этого никто понять не может. То же самое. То же самое. Вот зачем калечить дерево? Ну, зачем калечить ветки резал? Это все мои соседи, друзья мои. Это все мои соседи. Вот смотрите. Не было бы этого пенька. Почему этого никто не видит? Ну, я не могу выбирать. Вернее, так. Подряд не получается. Посмотрите. Это я патологоанатом. Вот слева. Видите? Вот здесь была рана. Посмотрите. Омертвление произошло. И ура! Гриб залез. Не потому, что он вредитель, он убийца. Нет. Этот гриб ест мертвичину. Бороться с ним не надо. Это бесполезно. Вот это мне... Это с мертвого сада соседа он распиливал. Эти самые... Спиливал, распиливал. Уничтожил деревья. Вот. Слава СМИ. Знаете, у меня осталось несколько минут. Я рассказываю как анекдот. Я уже рассказывал все-таки всюду. Лучший сад в красном хуторе. Вот. Если нормально мои соседи от 100 до 200 ведер яблок сдавали скупщикам. Обычные сады 10-15 садик. У них было их побольше. Урожай самошедший. Я не считал, но по моим прикидкам я ходил, любовался. Там мои пурдоносили у него. Мои сады превратились в прекрасные деревья. Вот. И сейчас этот дом стоит. Только уже хозяева нет живых. А тогда это было так. То есть я говорю, сколько у вас яблок вы собираете? Ой, мы не считали. А куда деваете? Коров кормил. Представляете? В стране яблок нет, они коров кормят. И это было. И хозяйка этого сада, хозяин был неграмотный мужик. Вот. В этом плане. А хозяйка была, работала постареншей. А ко мне приносили фазенду, а там статья типа того. Отрежем все лишнее. Это я так в слово. Она меня печатала 10 лет в каждом номере, поэтому я хорошо изучил. Это газета фазенда, газета сады Сибири. И самое страшное, это европейские газеты во главе, я тоже их выписывал. И самое главное, я выписывал в журнал «Предсадь для хозяйства». Вот это, ребята, самая страшная вещь. Начитались. А я говорю, Валентина, ну что ты мне не отдаешь эти... Я выписывал на деревню. А сейчас дочитаю и отдам. Представляете? Да и начиталось. Муж взял руку в пилу. И к чертовой матери делал то, что вы видели выше. Весь сад погиб. Весь. А потом он взял уже эту бензопилу и давай их пилить. А я говорю, дайте я это, фотографии сделаю. Вот и сделал. Вот и сделал. Вот. Это до всего мира. Вот. Учебные фотографии. Здесь, конечно, у меня не только эти страшные фотографии. Это уже учебные. Вот. Вот те самые, кажется, да, это неописуемые, которые уничтожили. Уничтожили всю. И никто не чихнул. И никто, кроме меня, никто не заметил даже. Вот. Жаль, у меня нет времени. Смотрите. Видите на переднем плане сосенка? Видите? Она покрыта вся инием. А почему не покрыта инием елка? Догадались? Потому что она мертвая. А это сосенка живая. А на мертвую ини не садится. Она не дышит. Ну, это так, к слову. У меня много чего. Вот. Я еще с вами буду не раз эту тему проходить. Вот. А это просто у меня называется этот, как он называется? Обрезка. А тут у меня несколько тем. Страшных тем. Как уничтожают деревья. Все, друзья. На этом я заканчиваю. Благодарю вас за внимание. И не повторяйте этих ошибок. Вот. Дерево нет ни одной лишней ветки. И еще вот у меня нет подходящего фото под рукой. Вот. Дело в том, что вы должны четко представлять. У меня еще есть пара минут. Что деревья делятся на непривитые-привитые в принципе. Непривитые сеньцы. У них хоть какой-то более-менее пропорциональный штамп. Но не тот, который в мозгах у этих, у садистов. Чтобы надо, а они все разные кроны, надо какому-то одному привести. Да еще осветлить. Веток сильно много. Калечат-калечат. Но это даже сеньцы. А уж привитое дерево, это бывшая почка боковой ветки, которую мы взяли, отрезали, в пенечек или там привили. И выросло дерево непропорционально, еще раз, это бывшая ветка, несостоявшаяся ветка, боковая ветка, которую мы выпрямили. Которая не может быть принципиальной, которая может быть кривой, горбатой, колб били, выпрямили. Потом, пока она совсем маленькая, вот, еще в первом году, чтобы совсем больше, когда кривые, ее еще можно как-то привести в порядок. Вот. Сейчас. Но это и все. Ну, не как, вот, видите, вот. Привитое, но пропорциональное. И то, вы знаете, скажут садисты, нет, целый метр должно быть голый штамп. И эти ветки вас заставят отрезать. Еще мое время не кончилось. Вот так падают высокоштамповые деревья. Видите? Ураганы уничтожают их миллионами. Об этом никто не знает. Вот, посмотрите на это дерево. Ну, тут же без обрезки никуда. А хозяин не стал резать. Он как купил его, а так и посадил. Вот, привитое дерево, может быть, и такую форму имеет. Поэтому еще первый год допускается, может быть, еще годик, как-то выпрямить его. Как-то чуть-чуть веско убрать, который вообще растет. Но потом уже не трогать никогда. Не улучшать дерево, которое является привитым. Вот. Еще раз. Сеянцы – это одно. Привитое дерево – это совсем другое. Вот. Она не обязана иметь пропорциональную крону, которую вы хотите. Реже, 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 обрезая, обрезая. Все, друзья, мы еще вернемся к этой теме не раз. До свидания. Благодарю вас за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok